всем большой привет и у вас на экране фаленопсис эквестерис триллип но речь сегодня пойдет не о нем речь пойдет о моих линзах и фильтрах для съемки и о них я рассказывала уже показывала немножко а также более подробно обо всем об этом с фотографиями с моими ощущениями описаниями будут в моих соц сетях в instagram и на фб можете посмотреть там кому интересно более поподробнее а здесь я хочу поделиться своими такими впечатлениями от съемки значит а здесь я сейчас хочу поделиться с вами своими впечатлениями от съемки и скажу сразу моим неизменным фаворитом остается пиктар хотя у меня у пик таро увеличение у макро линзы всего лишь сейчас все будет появляться в кадре вот мой пик тарчик так и макро всего лишь x12 вот она получаются классные фотки у него классная удобная тугая клипса очень хорошо подобран размер линз их легко откручивать закручивать и мне и потестили на моем муже у него рука гораздо больше чем у меня большие пальчики и ему тоже удобно и ты держишь в руке и знаете говорят моешь вещь вот это она да то есть она увесистая она классная так дальше а я тестила свой если помните квадратная коробочка с набором так а нет это фишаймы извините вот так там вот такая маленькая очень легкая прищепка но тоже достаточно тугая есть не идут линзы так достаю вот она линза где она надпись вот она надпись макро x15 разница есть действительно по качеству увеличения берет больше но она очень маленькая вот действительно и при том что у меня есть опыт уже с накручиванием раскручиванием этих линз у меня хорошая мелкая моторика действительно хорошая и в общем то уже не раз я скручивала раскручивала пальчики не такие большие но я вам честно скажу легко выпадает сама линза очень легкая и знаете когда вещь слишком легкая ты ее не особо чувствуешь и плюс еще боишься поднадавить чтобы не сломать то ну требует некоторой сноровки чтобы накрутить линзу а потом ее снять потому что действительно ну вот она господи дано тут миллиметра 3 плюс вот резьба очень маленькая в пользовании не сильно удобно но можно привыкнуть ну так я просто балованы несколько то есть у меня есть варианты так и следующий товарищ это кто помнит черно-синий чехольчик который как горошек как горошинки встречке и там вот такие штучки чем удобно ничего не видно да вот вот она линза поблескивает чем удобно например если я знаю какая мне фотосъемка предстоит я могу не тянуть весь набор я могу взять вот так вот только отдельно какую-то нужную мне линзу и так тут линза x10 она не берет так она не увеличивает настолько насколько увеличивают x12 и x15 и я вот вам честно скажу если между x12 и x15 пришлось поприсматриваться чтобы найти разницу да хотя разброс аж в 3 то вот здесь разница была видна сразу и вы не получите такого увеличения такого прям супер мега макро но в этой линзе большой плюс почему я ее заказала несмотря на то что всего x10 а у меня кто момент туда уже были с большим показателем скажем так увеличения это потому что расстояние на котором может снять эта линза гораздо больше и она ну как бы так скажем более широкоугольная то есть на если брать и мою линзу x15 то она классно снимает мелкие детали но она не снимет цветок целиком по крайней мере эквестериса то есть надо брать что-то поменьше гораздо поменьше моя пектаровская линза которая x12 с трудом если так поиграться можно найти расстояние чтобы в лес в принципе весь цветок но на этом все с вот этой линзой она кстати вот такая большая она очень удобная об удобстве давайте я не буду скакать с темы на тему потом не классно то что очень широкий угол захвата и получаются очень вкусные сочные четкие яркие мелкие цветы и ты можешь снять даже букетик небольшой то есть вот это огромный плюс что ты можешь захватить несколько цветов сразу и получить действительно очень красивое фото мне понравилось и спрашивали меня уличку вот крепление никто не понял где крепление мало кто вернее вот она как она работает вот сюда или вот сюда вы накручиваете линзу сюда вставляется телефон и потом вы вот так крутите как на старой мясорубке и регулируете уже прижимание к телефону не бойтесь тут очень мягкая телефон не царапается все прекрасно и вы знаете поначалу мне показалось что это будет крайне неудобно но на деле это вышло очень удобно да это не так быстро как прищепка но это реально вот знаете если на прищепке то вы когда меняете линзу вы прищепку снимаете меняете девайте заново здесь вы не снимаете он настолько хорошо крепится и четко что вы можете менять линзы абсолютно не дергая это крепление лишний раз и по удобству линза тяжелая и она большая и она очень удобная она вкручивается моментально с первого раза то есть если вот этой вот маленькой линзой я далеко не с первого раза могу совладать то вот эта линза просто с закрытыми глазами вкручивается это шикарно сразу скажу вот это вот это одинаковые фирмы производители что это что это это а пиксель если я правильно их произношу но вот эта линза гораздо комфортнее и ну вот знаете честно скажу вот эти линзы на улицу взять но это вот заранее например если вы купите еще несколько прищепочек или заранее зная что вы будете фотографировать прицепить нужную линзу и пойдете с ней фотографировать это удобно но накручивать это на улице будет очень дискомфортно особенно да там если есть какие-то еще интересности с погодой если по прохладнее ручки трусятся и прочее а здесь просто в плане эргономики не знаю так это стоит в этот раз назвать в плане удобства комфорта вот эта линза супер и у меня вот в макро моих вот это вот будет два фаворита это если мне нужно снять вот колонку или калус или какой-то переход который есть на губе на его не видно на общей фотографии это если мне нужно действительно сделать классное фото где видно цветок целиком видно все прожилочки но опять-таки цветок идет полностью или даже несколько цветов вот это просто шикарнейший вариант вот такой обзорчик по макро опять-таки более подробно там с фокусным расстоянием и подобным это будет все в инстаграм ой кстати хочу сказать что вот это вот линза еще чем крутая кроме того что всего вышеперечисленного мне очень понравилось что ты ее одеваешь и твой телефон ее когда определяет пишет тебе что возможно съемка hdr то есть это нас high definition а вот здесь к сожалению такой надписи нет и вот здесь вот тоже ничего подобного не всплывает хотя на вот этого товарища я снимала особенно если использовать их приложение то он выдает тоже очень высокое качество съемки так но при присоединении и на вот этой линзы ваш телефон сообщит вам что у вас может быть просто обалденная макро по качеству то есть у вас качество съемки не просядет вот так все на этом уже точно все про остальные линзы не знаю не обещаю что буду снимать потом видео потому что они не столько интересны для фотографий именно растений потому что там различные фильтры которые искрятся огоньки это широкоугольный это fish eye возможно я думаю что я сниму все-таки про линзу калейдоскоп и линзу fish eye потому что достаточно интересно все таки эффект они дают про них будет видео все таки вот я тут решила вам пообещаю тогда уже точно сниму будет а так все подробности с обзором всех-всех-всех линз и моих ощущений обращения с ними уже опять-таки в соц сетях я об этом говорит 38 в общем спасибо всем кто досмотрел видео до конца вас в конце ждут ссылочки на другие видео на плейлисты в каждом видео по-разному где что удобнее также много всего интересно в описании и на этом все всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений пока пока